Всем привет, ребята, с вами BanLive, сегодня у нас видео про проект Maracle Trade, а если точнее, то про то, как получить airdrop от данного проекта. Всем приятного просмотра, ну а мы начинаем. Для начала давайте разберемся, что же это за проект Maracle Trade. Это фьючерсный DEX, и он мне очень сильно напоминает проект KiloX, потому что KiloX это тоже фьючерсный DEX. Сейчас, как видите, пошла такая небольшая мода на эти все фьючерсные DEX, и я думаю, что это мое не последнее видео про данные схожие проекты, где за торговлю нам будут давать поинты, которые должны потом конвертироваться в токены проекта, потому что, как по мне, механика очень прикольная, она позволяет отсеивать сивилов, которые просто создают много-много аккаунтов, потому что здесь, по сути, не нужно создавать много аккаунтов, вам просто нужно много торговать на одном аккаунте, набивать как можно больше объем и тратить как можно больше комиссии. Кстати, если вы не смотрели мое видео про KiloX, обязательно посмотрите, ссылочка на видео будет в описании, там я подробно рассказал, как получить дроп от проекта KiloX. Итак, Maracle Trade это фьючерсный DEX, то есть для того, чтобы торговать фьючерсами, нам не нужно создавать никакие аккаунты, достаточно просто подключить кошелек и, как бы, собственно, торговать, и все. Это, на самом деле, очень прикольно, я вообще поддерживаю такую идею, потому что проходить верификации, создавать аккаунты, полить свои личные данные, там, заводить туда активы и так далее, это все очень опасно для некоторых людей, которые топят за децентрализацию, вот, потому что, как бы, крипта была про децентрализацию, поэтому вот такие вот идеи по типу просто DEX, по типу фьючерсные DEX, это все очень прикольно. По сайту, я думаю, все понятно, дизайн мне лично нравится, они у себя сами на сайте пишут, что это геймифицированный трейдинг, я не совсем понимаю, зачем это нужно, ну, типа, обертку я понимаю, то есть, что это трейдинг, обернутый в игру. Зачем это нужно для серьезных дядек, у которых там миллионы, я не знаю, но сделано это прикольно. Итак, я не помню, говорил или не говорил, он работает в сети Аптоса, из-за этого транзакции прям мега очень быстрые, и в этом плане он мне нравится больше, чем KiloX. То есть, если вы смотрели мое видео про KiloX, вы помните, что там для того, чтобы открыть транзакцию, ну, точнее, сделку, вам нужно подождать там 20-30 секунд, пока ваша транзакция подтвердится. Меня это очень сильно выводит, потому что я стараюсь торговать быстрыми сделками, то есть, смотрю там на минутках график и так далее, и за эти 20-30 секунд позиция, точнее, точка входа может измениться не в лучшую сторону, тем более, когда вы покупаете по рынку. В MarcleTrade это все сделано намного быстрее, то есть, здесь реально позиция открывается за несколько секунд, там иногда даже за одну секунду я вам это все тоже покажу. Итак, по сайту, я думаю, понятно, они используют технологию Lairzera, Putha, Putha, неправильно произношу, заранее извиняюсь, так, и Аптоса. Их поддерживает, либо в них внес хашит, я не знаю, что это за фонд, либо команда, поэтому за них я ничего не буду говорить, хорошие они или плохие, здесь как бы нужно разобраться сами. Так, я думаю, к токеномике, сколько токенов и так далее, мы перейдем немножечко позже, сейчас давайте поговорим про то, как же здесь формится дроп. То есть, в KiloEx это были поинты за трейдинг. Чем больше у вас трейдинг объем, тем больше вам давали поинтов, которые потом должны конвертироваться в токены проекта. Здесь же немножко поинтереснее механика, которая, если честно, мне тоже чутка больше нравится, сейчас тоже объясню почему. Для этого давайте перейдем уже в само приложение, и сейчас я вам покажу, как здесь формятся токены проекта. Именно токены проекта, а не поинты, как это было в KiloEx, там мы еще не знаем, какая будет конвертация, здесь же мы сразу видим, какая у нас конвертация по факту и сколько мы токенов получим на листинге. Поэтому я и говорил, что механикам мне данное чутка больше нравится. В Magical Trade есть сезоны фарма. Сейчас у нас идет второй сезон, который будет длиться еще 10 дней. Пока я там запишу, смонтирую и выложу это видео, я думаю останется, ну вот сейчас у нас 10 дней и 13 часов, я думаю выйдет как раз оно, когда у нас будет оставаться, ну у вас будет оставаться плюс-минус 10 дней. У нас уже здесь был первый сезон, который я писал в своем телеграм-канале, опять-таки небольшая реклама, ссылочки на телеграм-канал будет у меня в описании. Вот, в основном телеграм-канале я писал пост еще 10 января, когда был первый сезон. Высчет постей я писал еще раньше, чем в основном канале, ссылочка, значит пост будет тоже в описании канала. Тоже писал 10 января, только аж в 5 утра, перед тем как лечь спать. Вот, с чем прикол этих сезонов и почему первый сезон было выгоднее фармить, но, но второй сезон тоже сейчас выгодно фармить, поэтому кто не залетал в первый сезон, обязательно залетайте во второй, я тоже буду продолжать фармить токены проекта во втором сезоне. Смотрите, всего команда обещает 4-5 сезонов фарма данных токенов. Первый сезон уже закончился, он заканчивался, кажется, если не ошибаюсь, 12 января, то есть буквально там 3 дня назад и сразу же начался второй сезон фарма. В чем отличие между первым и вторым сезоном, почему он был выгоднее, как вообще здесь происходит фарм? Здесь фарм идет за счет утраченных комиссий. Ну, по факту там еще уберется объем, но как бы основная часть токенов берется именно за потраченную комиссию, то есть для того, чтобы здесь нафармить как можно больше токенов, вам нужно будет как можно больше потратить комиссии. То есть чем больше вы потратите денег на комиссию, тем больше вы нафармите токенов PMKL. Зачем нужны данные токены PMKL? Токены PMKL в конце каждого сезона сразу конвертируются в токены MKL. MKL это те токены от проекта, как бы основной токен проекта, который мы получим на TGE. Если вы нажмете на вкладку «История», вы увидите, ну точнее я увижу, что я в первом сезоне уже нафармил 1500 токенов MKL за первый сезон, которые я смогу заклеймить на TGE. То есть здесь появится кнопка, я просто нажму и сразу получу 100% своих токенов на TGE и сразу смогу их продать, ну если меня заинтересует эта продажа. Так вот, в чем отличие между первым и вторым сезоном? Я не знаю, как будут дела в третьем, четвертом и пятом сезоне, но между первым и вторым сезоном отличие в том, что у нас пул токенов MKL, которые мы можем зафармить за сезон, это 600 тысяч токенов MKL. В первом сезоне здесь было полтора миллиона токенов MKL. Почему первый сезон был таким геммом, в отличие со вторым? Вот, потому что в первом сезоне у нас всего общий пул нафармленных токенов PMKL было примерно 1,9 миллиона. Соответственно, конвертация была плюс-минус 1,3. То есть за 1,3 токена PMKL мы получали один токен MKL. Вот тут, если мы посмотрим, сразу видно, что нафармили там 322 тысячи токенов PMKL, но при том, что до конца сезона у нас еще 13 дней. И кажется, каждый сезон длится то ли 12, то ли 14 дней, скорее всего 14, потому что 2 недели. Вот, как будет с третьим, четвертым, пятым сезоном, я не знаю. Потому что команда про них еще ничего не выкатывала информацию. Есть информация только за второй сезон. Но во втором сезоне есть еще одна прикольная фишка, которой не было в первом сезоне. Это APTOS, который нам возвращается на комиссию. То есть здесь есть пул 5 тысяч APTOS на всех участников. И потом, как бы, чем больше вы потратили денег на комиссию, тем больше токенов APTOS вам вернется, но не более 90% от суммы, потраченной на комиссию. То есть мало того, что мы фармим токен проекта, так мы еще потом получаем, как бы, ну, какую-то часть денег на комиссию мы получаем назад. Это тоже прикольно. И почему вообще идея того, что за потраченную комиссию нам дают токен, мне очень нравится? Потому что, ну, данная комиссия, понятно, что найдет в команде проекта. Они потом эти деньги, ну, либо пропьют, как это у нас любят делать СНГ и Тимы, либо пойдет и вложит их там в новые листинги, развитие партнерства, там, наберет себе еще лучшую команду и так далее. То есть они эти деньги тратят на развитие своего проекта, что для нас, конечно же, для людей, которые потенциально должны получить дроп от данного проекта, это, конечно же, очень хорошо. Вот. Я думаю, за второй сезон я объяснил, за то, как формятся токены я тоже объяснил. Не показал, но объяснил. Сейчас буду тоже показывать, чтобы у вас не возникало никаких вопросов. Так вот, даже если вы смотрите данное видео, когда, как бы, второй сезон либо заканчивается, либо уже закончился, будет третий, четвертый, пятый сезон, поэтому времени у вас есть. Листинг здесь обещают также в марте 2024 года, 100% на 3Е. И я также смотрел по токеномике. Так, давайте перейдем. Ссылочки на все статьи, там, на их твиттер, на PancakeSwap, он тоже понадобится. Все будет в описании под видео, поэтому обязательно смотрите туда. Так, всего у нас будет... Так, так, так. Всего у нас есть, как бы, суплай наших токенов. Это 100 миллионов токенов MKL. На листинге у нас будет 5,3% токенов. То есть 5 миллионов 300 тысяч токенов MKL. Это очень хорошо. Почему? Потому что мы можем увидеть очень приятную цену токена MKL, потому что на старте будет очень мало токенов. Из которых, кстати, 4,3% будет за фарм сезонов. То есть у нас из 5 миллионов токенов на TGE, 4 будет, по факту, у людей, которые будут продавать свои деньги с дропа. Я уверен, что из них 50% не продаст свои токены сразу. Ну, либо задубит и просто не успеет их продать и так далее. То есть где-то плюс-минус у нас на продажу в стакан ульется 2 миллиона токенов MKL. Но я уверен, что команда сможет залиститься на нормальных биржах, и мы увидим нормальную цену. По поводу информации за биржи, где будет листинг, там точные даты, я не владею. Также точная цена листинга также неизвестна. Команда только на МСССе говорила, что начальная цена листинга планируется 13-20 центов. Соответственно, если они выйдут на более-менее нормальных биржах, и то, что у них нет там паблик сейла, меня очень сильно бесит паблик сейлы, я уверен, что они прям, ну, 90% что они покажут цену выше 1 доллара. То есть по факту, что такое выше цена 1 доллара? Это у нас 100 миллионов фулл капа, это у нас 5 миллионов, как бы, капитализация на листинге. В таком хорошем проекте, вы поймете, почему он хороший, он реально очень удобный и приятный, по сравнению с тем же самым Килоэксом, либо АЕВО, данного проекта, я верю, что у нас начальная капитализация, ну, точнее, не начальная, а капитализация на листинге может быть спокойно, там, 20-30 миллионов. Да, конечно, тогда у нас фулл капитализация будет оцениваться, там, в 400-500 миллионов долларов, это уже немножко проблематически, но мне кажется, что на первых свечках мы можем увидеть цену, там, спокойно, в 3-4-5 долларов. Но, опять же, я не буду загадывать на вперед, я не знаю, какие здесь точно листинги, какая здесь хорошая команда или нет, какая здесь точная сумма инвестиций, потому что это тоже пока что неизвестно. То, что у них известно, это, если мы зайдем в Discord проекта, также ссылочка будет в описании, зайдем в раздел Fuck You, Fuck You, вот, здесь есть ответы на часто задаваемые вопросы, и мы опустимся вот здесь сюда, давайте в инвестиции, перейдем сразу в Google переводчик, какие у вас инвестиции, был вопрос, и ответ, Маркл получил там инвестиции от лидеров отрасли, таких как Hachet, про которые я вообще не знаю, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях под данным видео, потом инвесторов-ангелов, ну, это такое себе, и помимо первоначальной поддержки, компания еще больше укрепила свое финансовое положение за счет последовательных раундов-грантов от Aptos Foundation. Это очень хорошо, то есть сам Aptos поддерживает активные, хорошие проекты, которые развиваются деньгами, и вот здесь сумма инвестиций неизвестна, но я ожидаю, что не такая большая, там 1-5 миллионов баксов инвестиций, что тоже довольно-таки неплохо для такого проекта, потому что не сказать, что это тир-1 проект, даже не тир-2 проект, скорее плюс-минус тир-3, потому что кто будет пользоваться фьючерсной помойкой, скажем так, на Aptos, ну, я не знаю, хотя сейчас, хотя сейчас уже объем торгов у нас под 1 миллиард баксов, при том, что они запустились, если не ошибаюсь, там месяц назад они вышли в Майонет, вот, и у них залоченной ликвидности 1,5 миллиона, не особо много, но, в принципе, это проблема всего Aptos, что у нас в Aptos не особо много залоченной ликвидности, вот, и сейчас у нас всего трейдеров 67 тысяч, а всего у нас сделок 400 тысяч, то есть мы можем посчитать, что там условно каждый пятый, точнее, не каждый пятый, а точнее, на одного трейдера приходится плюс-минус 5 сделок. Теперь давайте перейдем уже к практике, немного по токеномике, по проекту, по дропу я рассказал, по своим ожиданиям тоже сказал, теперь давайте перейдем к практике, как начать здесь торговать. Сразу хочу сказать, здесь можно торговать не обязательно в сети Aptos, вы можете пополнить себе сюда кошелек, ну, точнее, как бы не кошелек, а просто баланс данного сайта, с EVM кошелька, того же MetaMask, там, с Binance Smart Chain, Polygon и так далее, но я этой функцией не пользовался, и, в принципе, я буду формить себе здесь поинты с помощью Aptos кошелька, точнее, Petra Wallet, вот, в сети Aptos. Почему? Потому что здесь транзакции также идут в Aptos, а я еще ожидаю дроп от Aptos, и это мне тоже будет плюсом для дропа от Aptos, ну, короче, плюсов много. Я вам советую тоже, что, типа, если вы планируете здесь набивать объем, все-таки юзайте там какой-нибудь либо кошелек, я забыл, как первый кошелек называется в Aptos, второй точно Petra Wallet, и там еще какой-то, а, Martin, либо юзайте Martin, либо юзайте Petra Wallet, и все у вас будет хорошо. Так, сейчас вам покажу, как сюда заводить деньги, но, я думаю, понятно, что мы для начала введем просто, например, на Binance, покупаем Aptos, и его выводим себе на кошелек в сети Aptos. Расширение кошелька Petra Wallet я, наверное, тоже скину в описании под видео, чтобы вы не попали на скам. С установкой кошелька, я думаю, ничего сложного не возникнет, просто скачиваете кошелек, ну, точнее, расширение, заходите, сохраняйтесь сразу, Aptos и на кошелек, мы идем на PancakeSwap, переключаемся, на Pancake у вас обычно стоит Binance Smart Chain, вот здесь просто нажимаете и переключаете, так, сейчас, ну, короче, переключаете и переключаете сеть на Aptos, после чего подключаете сюда ваш кошелек, в моем случае это Petra Wallet, выбираю сверху Aptos, и вот здесь выбираем USDC, только правильный USDC, так, вот у нас есть 3 типа, CUSDC, LZUSDC и VHAUSDC, если вы выберете какой-либо, кроме LZ, он у вас не будет отображаться на сайте как баланс, поэтому выбираем LZUSDC, то есть это обычный USDC, у него такая же конвертация, как и USDC, то есть 1 к 1, поэтому не бойтесь, так, обмениваем, давайте не особо много обменяем, там, пусть будет 20 баксов, для того, чтобы показать, я думаю, будет понятно, подтверждаем транзакцию в кошельке, пришла транзакция, теперь мы идем на MySQL Trade, идем в вкладочку Trade, и мы видим, что у нас наш баланс USDC отобразился, из еще такого небольшого минуса, это то, что у нас пока что мало именно криптовалютных пар, здесь есть Forex, здесь есть еще золото, торговать золото, серебро мы можем торговать с их ключом вплоть до 250 иксов, Forex мы можем торговать вообще до 1000 плечо, ну, как бы, да, до 1000, я думал, что до сотки убрали уже, нет, до 1000, то есть, но, как бы, поскольку здесь за объем не дают особо много, дают именно за потраченную комиссию, а не как KiloX, то вот это вот то, что X1000 объем, ну, оно особо вам не поможет, можете, конечно, сюда лезть, но смысла в этом нет, то есть я торгую на криптовалютных парах, и вам, в принципе, этого советую, если вы прям мега лудоман, такой же, как и я, давайте откроем какую-нибудь ТИО, то вам понравится данный сайт, знаете, почему, потому что здесь плечо аж до 150 икс на все пары, то есть, не просто формилка денег со стороны команды, а прям мега формилка, потому что, по сути, даже X20 убивает новичка на фьючерсах просто прям мега легко, а тут 150, ну, вообще просто убьет любого в плане депозита, хотя, при всем при этом, я все равно торгую на данном сайте именно с плечом 150 икс вы можете видеть мои профиты минус 20, минус 30, ну, так же потом и зарабатываю, надеюсь. Теперь перейдем к открытию-закрытию позиций, думаю, ничего сложного нету, либо маркет, либо лимит, я открываю по маркету, поэтому буду показывать тоже по маркету, выбираю либо лонг, либо шоррит, так, давайте еще у нас пойти, а быстренько теханализ посмотрим, так, проведем, насколько это возможно, сайт, конечно, немножко подлагивает, ну, как и все, в принципе, DEX фьючерсные, поэтому с этим нужно просто смириться, но зато биржа вам не насыпет аэродроп, как это может сделать DEX, поэтому все-таки везде свои плюсы и минусы, так, мне кажется, она хочет в шорт пойти, и давайте попробуем зашаркетить, шорт условный, там, кидаем 10 баксов, икс 150, и вот, смотрите, почему, вот так можно сразу поставить стоп-лосс тейк-профит, но я уже не успеваю, апруф, только его захвалил, он начал немножко тупить, в общем, о, все, открыла сделка, то есть не нужно там два или три раза подтверждать транзакцию в Метамаске, вот, и в чем еще очень хороший плюс, сделка открывается тогда, когда вы именно нажали апруф подтвердить, то есть если у вас, вы нажали апруф, условно по цене, там, 18.39 давайте, оно у вас долго грузилось, и, как бы, потом цена выросла, у вас все равно сделка откроется по 18.39, то есть это не так, как в KiloEx, вы смотрите там, что цена 18.4 условно, нажимаете открыть сделку, пока она у вас открывает, у вас цена уже улетает, и вы уже можете даже по сути ликвидироваться, вот, это мне очень сильно нравится, потому что, видите, я только открыл сделку, у меня там уже было плюс 20% профита, теперь по поводу комиссии, какая она берется, здесь то ли я туплю, то ли оно может так работать, только когда вы торгуете по маркету, но здесь комиссия за открытие позиции больше, чем за закрытие, то есть словно, даже можно посмотреть по моей истории, смотрите, вот, например, вот я открывал позицию по SUI, объем позиции 6611 долларов, я за это заплатил 5,5, ну, точнее, 5,15 процентов, не процентов, а просто 5,15 USDC комиссии, когда же я эту же сделку закрыл, тоже такой же объем, я закрыл и заплатил комиссии 371 USDC, то есть меньше, насколько я понял, за открытие чуть меньше, не одного процента, а чуть меньше одного доллара за 1000 баксов объема, а за закрытие примерно 0,6-0,7 USDC за 1000 баксов объема, так, смотрим нашу позицию, кстати, можно закрывать ее раньше, чем 2 минуты, то есть, по сути, сразу открыли и закрыли, потому что сайту все равно, насколько быстро вы будете проигрывать, ну, не проигрывать, отдавать сайту свою комиссию, вот, в этом тоже плюс, что для скалиперов эта площадка намного удобнее, чем тот же KiloEx, но я давайте оставлю данную позицию, пусть она себе пока что будет оставлена, так, теперь смотрите, идем в вкладку профиль, здесь у нас есть много непонятных вещей, какие-то каски, костюмы, лопаты, это про то, что я говорил, это геймифицированный интерфейс, для чего это сделано, я не знаю, но по сути выглядит прикольно, и так, для чего данные предметы и где их брать, вам за повышение уровня, вот здесь видите, у меня левел 37, вот эти XP берутся просто за открытие-закрытие позиции, чем больше торгуете, чем у вас быстрее набивается данный левел, либо вы еще можете выполнять миссии, а они просто кажутся для сундуков, ну так вот, вам за открытие позиции у вас повышается уровень, за каждое повышение уровня вы получаете себе бокс, сундук, я нас 9, я его сегодня выбью, постараюсь, и покажу, как это все происходит, и так, за открытие сундука вам дается какой-либо предмет, токены PK, МКЛ, точнее PMKL и МКЛ оттуда не выпадают, поэтому по сути они дают просто небольшой boost, у вас из данных сундуков может выбрать либо какая-то вещь, либо шарицы, шарицы для чего нужны, либо для того, чтобы чинить данные вещи, предметы, либо для того, чтобы их создавать, вот здесь так и написано, то есть, либо создание предметов, но создание предметов, я еще не понял, как это делать, потому что по факту я их использовал только для починки каких-либо предметов, по поводу предметов более детально, они писали у себя в твиттере, вот у них есть такая табличка, что они дают, они дают boostы, например, Первый тип предметов, это я так понял инструменты Они дают буст к майнингу токенов PMKL То есть по сути они самые важные То есть например смотрите, у вас вообще не было предмета А вы себе просто фармили там PMKL токены Нашли вы например себе кирку Например какого-то непонятного 5 левела Самую вот крутую Вы уже получаете бонус 21-27% к фарму То есть вы фармите на 20% лучше, чем другие игроки Это конечно прикольно Так, потом коротки они отвечают за комиссию То есть чем лучше у вас коротка, ну одежда Тем у вас меньше комиссия за трейд Тоже очень прикольный бонус Вам повезло, выбили какой-то себе 5 левел И вы себе еще и экономите 20% комиссии И каски они отвечают за фарм XP поинтов За которые вам потом даются сундуки За которые выпадают предметы Поэтому по сути каски самые бесполезные Самое идеальное это кирки, это инструменты Если вам везет, сразу их себе обязательно одевайте Как их одевать и доставать Давайте покажу на примеры Вот это вы нажимаете Так, кажется сюда Надеюсь я его сейчас не уничтожу Да, может случайно нажать И разломаете предмет И за это получите шарицы практически ненужные Так, вот у вас изначально будет такая иконка Выбираете предмет, который хотите себе поставить Например, вот Он мне дает буст к фарму PMKL h9% Нажимаю экипировать Опробую Плачу за это минимальную комиссию Плюс транзакция в Аптосе И все, у нас данный предмет, он оделся И мы его используем Так, с этим я думаю разобрались с предметами Вроде бы за поинты За их спешки объяснил За уровень объяснил За сундуки объяснил Теперь давайте перейдем к заданиям Кладочка задания Здесь простые задания По типу там Открыть сделки в разных парах Там подержать сделку Там более 140 минут Наторговать общий объем Там 78 тысяч В криптовалюте Либо там 135 тысяч Вы на форексе Либо там 9 тысяч Там где золото и серебро То есть Задания мегалегкие За ними прям гнаться Ну не особо нужно Почему? Потому что они дают Только вам Молнии За которые вы потом открываете себе Боксы За которые могут вывозить предметы По сути данные боксы И так выпадают Просто за повышение левела Поэтому Ну какой-то прям Сильного плюса Я в них не заметил Поэтому их фармить не обязательно Ну просто параллельно Можно пофармить Потому что по факту Вы и так открываете позицию Вы и так набиваете себе объем Кладка рефералы Я думаю просто все понятно Реферальная ссылка За это вы получаете себе 5% на комиссию Жалко что за это Токенов проекта не дают А то я бы за 16 миллионов Объема торгов По моей реферальной ссылке Спасибо всем моим рефералам Получил бы уже токенов Что мне бы хватило На всю мою пенсию Скажем так Вот Кстати свою реферальную ссылочку Я оставлю в описании Под видео Она вам ничего не дает Мне она дает 5% От вашей комиссии Вот поэтому Кто перейдет Всем спасибо Всем благодарен Вот с этого я зарабатываю И кушаю Потом немного толстею По поводу интерфейса По поводу поинтов Я надеюсь Со всем уже все понятно Разобрались Давайте перейдем еще Посмотрим просто интересно На нашу позицию У нас ликвиднуло А не не ликвиднуло Минус 35% Закрываем позицию И давайте сразу посмотрим Сколько нам начисляется Токенов за позицию Вам только как вы сразу Открываете и закрываете сделки Вам сразу начисляются токены Это тоже очень удобно Вот профиль Смотрите у меня сейчас 183.5 Токена по МКЛ Давайте закроем нашу сделку За открытие сделки Дается больше Токенов Потому что как я уже показывал Комиссия берется больше Так что выгоднее Ну открывать сделки Чем закрывать Скажем так Так закрываем Нам сразу начисляется Икспишки То есть опыт Нам сразу начисляется Сундуки Если они выпадают И нам сразу начисляются Наши токены Так видите У меня уровень повысился Или не повысился Не не повысился Чуть просто повысился Именно поднялись Икспишки И вот у меня уже 189.23 Токена по МКЛ То есть я там зафрегнул Около 5 токенов И теперь Если мы посчитаем Текущую конвертацию Хотя по факту Она очень неправильная Мне кажется Что в конце данного сезона Здесь конвертация Будет примерно 3-5 к 1 То есть за каждые 5 токенов По МКЛ Вам будет даваться Один токен МКЛ Я хотя по факту Этого не могу точно знать Но это плюс-минус Мои такие ожидания То есть я только что Заформил один токен МКЛ Я на это на комиссию Давайте просто посчитаем Выгодно это или нет Я на комиссию Подратил 1.2 доллара То есть я еще За открытие Я получил Где-то токенов 6 Скорее всего Я получил 10 токенов по МКЛ Они конвертируются Там с конвертацией 5 к 1 То есть я получу 2 токена МКЛ И если они будут стоить По 1 доллару Это прям мега возможно Я уже окупаю себе Данную сделку Хотя я закрыл в минус И вот этот минус Я конечно не окупаю Поэтому будьте осторожны Не лудите Если берете 150-е плечо Просто берите маленький сайз И все у вас будет хорошо Так на этом мое видео Подходит к концу Всем спасибо кто досмотрел Всем удачи Всем профита И всем пока